Сегодня мы находимся в республике Хакасия, Саиногорске. И приехали мы сюда не просто для того, чтобы полюбоваться прекрасными видами Саино-Шушенской ГЭС, но и перенять бесценный опыт у Валерия Константиновича Железова. Валерий Константинович, огромные груши. Я вот смотрю, дерево высотой метров 5-6, а то и больше. И огромный урожай, просто-напросто невообразимый. Как этого удалось добиться? Меня, что удивляло всегда, наш регион без меня достиг многого. Уже были абрикосы 30-40 грамм, 50. Уже были апорты вот такие вот, до 500 грамм весом. Вот, сливы китайские, обилие было. А недостатки были, это крупноплодные сливы, то есть питомники не занимались этим, и любители как-то отстали. И особенно по грушам. По грушам был полный провал. Заполнить его было легко. Началось еще с того, что я обнаружил в диком саду, в задичавшем, брошенном саду, вот эти вот самые уссурийские груши. Я долго их искал, потому что шансов не было. Ведь не зря же такой регион, столько много садоводов, а по грушам труба. Вот, нашел, вырастил. И я сделал одно из моих личных открытий. Если с парабрикосами я рассказывал, поколение за поколением. Условно, вот эта моя метода заключалась. Условно, 100 вырастил, подвоев привил, а пошло только 20. Но с этих 20 случаев, это парабрикосы, я брал черенки. Следующая сотня привил. Я микроселекционер. Получилось 50. С этих 50 следующего поколения я выбрал лучшие черенки. Получилось 90. Понятно, что я же не каждую брал, а выбирал. Вот, и получил результат, то, что я угощал плодами 100-граммовых абрикосов. А здесь сразу пошли, причем те груши, 30-40-летние деревья, пробовали их продавать саженцами. А кто ж купит их же, есть невозможно. И был полный провал, был заброшенный сад полностью, деградировавший. А разве можно считать это деградацией? Это настоящая дикая груша. С первой попытки любые груши приживались с вероятностью 8-19 процентов. Сейчас уже 100. То есть мне фактически работать с ними не пришлось, в отличие от тех же абрикосов или персиков. Там, где биологическая совместимость, приходилось несколько поколений преодолевать. Несовместимость. Сразу. И сразу выход первого же, второго поколения на сладчайшие груши. Ну, летние ушли. Где-то мы, может, подобрали, где-то мы одну, может, съели. Осенние впереди, а мы сейчас самые средние. Вам понравилась эта груша. Это нарядная эфимова. Она привита. Как раз вот на эту уссурийскую. Вот как раз на эту уссурийскую дегрушу. Это любимица Мичурина. Приживаемость 90-80% совместимость. Никакие груши у меня никогда не гибли, кроме тех, которые я, скажем, молодого дерева, там, трех-пятилетнего, брал по 50-100 черенков. Это делается быстро. Черенок отрезал почти целиком, оставил 3-4 почки. 3-4 ветки. Каждый из трех-четырех веток отрезал, оставил 3-4 почки. Еще. То есть геометрическая прогрессия. А потом это дерево надоело, оно умирает, потому что приростов нет. Одни раны, раны, раны. А вот это дерево почему живо? Я это рассказываю как анекдот, но согласитесь, это смешно, но истинно. Но не было потеряно бирка. Пока не заплодоносило, я не знал, что это такое. Нельзя ничего бояться. Это золотая медаль на международной выставке, это гран-при. Получила ее наша, советская, академика Ефимова, получила наша груша. Гран-при означает, на тот год, это не помню, тысяча какой-то, 80-е годы, да? Она была признана лучшим сортом в мире. Представляете? Ну, сорт вкусный очень. А красивый какой? Вкусный и красивый, да. Она еще вызревает только. Валерий Константинович, очень важный момент, как правильно посадить грушу. Я вот вижу, она у вас растет на холмике, на таком. Почему и как вы ее посадили? Один из секретов, который до сих пор не знает большинство садоводов, включая профессионалы. А наша задача, эти секреты раскрыть и донести их до простого садовода. Понятно. Ну, так вот, что груша – одна из самых уязвимых деревьев на выкривание, на сырость. Именно поэтому и делается холмик, на который высаживается растение. Да, проветривание максимальное, посмотрите. Корневая шейка как была до посадки, там же она. Так она и осталась. То есть для посадки мы берем почву, та, которая есть, насыпаем сюда почву свежей, не гнилой. Ставим саженец, засыпаем. И весь процесс посадки. Почва не тронутая. Завезли, в одном случае, тележку. Это если, допустим, те, которые не сильно боятся сырости. Яблони, груши, вишни. А признак у них такой – отводки. Она же, это, может вообще обходиться без центрального корня, да? Ползет, найдет сырое место. А этим-то не могут. У них особенно. Им уже надо не тележку, а хорошо бы 3-5 тележек повыше. Вот тогда самый большой дождь все равно растекется. Вот. И не будет никакого застоя воды. И, соответственно, весной будет все в порядке. Ну вот, полное ядро груш – это лишь малая толика того, что вы, дорогие друзья, можете создать у себя в саду, имея полноценные саженцы, полноценный сад.